Реально ли сдать на 100 баллов? 100 баллов? 100 баллов? Это невозможно. Да нет, это нереально. Я сдала русский язык на 100 баллов. Ягод по географии на 100 баллов. Я сдал на 100 баллов химию. Я сдала русский на 100 баллов. Меня зовут Лёша, мне 18 лет, а сдал химию на 100 баллов. Скорее это было ожидаемо. Я очень не так сильно обрадовался результату по химии. В плане прям вау, сколько результатов, если честно, по биологии. Который был чуть поменьше, но тем не менее это было потрясающее просто ощущение. К ЕГЭ по химии начал готовиться с 10 класса активно уже с начала 11. Я понял, чтобы сдавать химию в 9 классе, когда мне нужно было готовиться к ОГЭ. Я в дальнейшем с перспективой готовился к ЕГЭ, соответственно. Начал готовиться с помощью репетиторов с 10 класса. В дальнейшем познакомился с Вебиумом. Соответственно, начал заниматься здесь в своих бесплатных вебинарах. А потом уже пришло к активным занятиям. Очень и очень хорошо помог. В плане того, что они меня мотивировали, давали знания, дали друзей. Я живу в комнате в общежитии человека, который, соответственно, до этого преподавал мне по биологии. Типичный день – это встать утром, пойти в школу, после школы прийти. Соответственно, на уроках тоже готовиться, на уроках типа истории, общества. Отдыхал я на тренировке. Физическая активность способствовала умственной дальнейшим поступлению в ВУЗ мечты. И первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет Минни-Павлова. Меня преподаватель вообще никогда не накручивал. Он говорил, что экзамен вполне себе сдаваем. Если готовится, можно сдать. И говорили так, в принципе, все. Я жил на юге России, где во время экзамена было очень и очень жарко. Сидел возле окна в плюс 40. Соответственно, солнце слепило мне прямо глаза. Очень сильно светило в висок. Вот, дописывая экзамен, я понял, что мне плохо. Потянулся за водой и очнулся уже на скамейке, соответственно, возле аудитории. Самый яркий момент, наверное, был в том, что я выиграл на одном из самых главных соревнований, которые я просто к ним готовился на протяжении полугода. А через буквально 10 дней я написал первый пробник на 100 баллов. Нет, конечно. Но это зависит от человека, в первую очередь. Я не лишал себя ни друзей, я общался. Я вообще не лишал себя своего любимого хобби. И никому не советую никогда, потому что это действительно очень сильно напрягает. И нервный срыв бывает именно у тех людей, которые, соответственно, прям на 100% отдают себя это в учебе. Не нервничать и во время подготовки задавать себе вопросы, почему написано так, а не по-другому. Как может человек, который составляет кимы, переиначить тот же самый вопрос, который уже на протяжении трех лет встречался подряд? Потому что вопросы не безграничные. И тем не менее, одно и то же они давать не будут. Продолжение следует...